Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы продолжаем вас знакомить с рецептами замечательной, изумительной молдавской кухни. Прекрасной солнечной страны, с замечательными, очень добрыми людьми. И вообще, в этом году первый раз посетил в своей жизни Молдавию и просто влюбился в эту страну. Мне, естественно, очень понравились люди, невероятно доброжелательные. Но от кухни я был просто в восторге. Кухня молдавская и молдавское вино – это нечто, поверьте. Ну, вино – это тоже отдельное. Наверняка все пробовали молдавское вино и все слышали о нем. Но сегодня приготовим плацинду с творогом. Вообще, плацинда – это, наверное, такое самое знаковое молдавское блюдо. Плацинды делают с мясом, плацинды делают с картошкой, их делают сладкие, допустим, с вишней. Мы тоже хотим сделать с вишней, но об этом позже. Делают с сыром, делают с творогом. Ну, в общем, какие хочешь плацинды. Ну, мы сегодня сделаем плацинду, причем, ну, классическую молдавскую плацинду с творогом. Смотрели, учились у молдавских хозяек, как ее делать. И вот, как бы, сегодня вам об этом расскажем. На две плацинды нам понадобится два стакана муки, две третьих стакана водички, пол-ложечки соли, две столовые ложки уксуса, растительное масло. Для начинки нам понадобится 250 грамм творога, зелень петрушки, вот такой вот пучочек мы возьмем, и один зубчик чеснока. По поводу зелени, ну, я думаю, что можно и укроп добавить, можно, наверное, и кинзы попробовать добавить. У нас там кинза есть. А, есть кинза, да? Да. Ну, вот, Лариса добавила кинзы. В общем, зеленью можно варьировать. Получится изумительная, просто изумительная плацинда. Ну, мы ее делаем достаточно часто, друзья, а сейчас делимся с вами рецептом. И первое, что нам надо сделать, это приготовить тесто. Сейчас Лариса нам покажет, как это сделать. Перед тем, как приготовить тесто, друзья, просеем муку. И сделаем это не только для того, чтобы исключить попадание возможных инородных тел в нашу плацинду, а еще для того, чтобы тесто у нас было воздушное и такое вот мягенькое. Но куб надо просеивать, ну, очень желательно. Не могу сказать, что обязательно. Оно вот как-то распушивается. Теперь, друзья, в наш стаканчик с водой высыпем соль, выльем уксус и добавим растительное масло. Кстати, я оговорился, мы делаем 4 плацинды, а не 2. Вот, поэтому прошу прощения, рецепт полностью будет в описании видео. Рецепт рассчитан на 4 плацинды. Добавляем 2 ложечки растительного масла. Мы используем оливковое. Ну, оно какой-то более благородный вкус имеет. И хорошенько перемешиваем. Отправляем наш растворчик в муку. И начинаем перемешивать. Вначале перемешиваем ложкой. И после этого начинаем вымешивать тесто руками. Вымешивать надо очень тщательно, друзья. Лариса его будет вымешивать около 5 минут. То есть его не просто надо, размешать, чтобы оно стало однородным тестом. А вообще при работе с тестом вымешивание очень важно. И время вымешивания. Вот таким вот образом вымешиваем в течение 5 минут. Оно будет постепенно, мука будет набираться влаги, тесто разбухать, тесто будет становиться однородным. И, наконец, начнет отлипать от рук. Ну, в общем, результат мы вам через 5 минут покажем. Вымесила Лариса тесто, друзья. И теперь надо его поместить в теплое место. То есть, либо возле батареи. У нас батареи такие, они обычно холодные. Особенные, скажем так. Поэтому мы делаем, если в квартире прохладно, мы делаем следующим образом. На 5 минут включаем духовку, чтобы она хорошо разогрелась. Помещаем тесто в контейнер и отправляем его в духовку. Ставим тесто в теплое место на 40 минут. Чтобы тесто быстрее подходило, и чтобы его потом не тревожить, сразу же разрежем его на порционные кусочки. То есть, в нашем случае, на 4 части. Ну, так вот обомнем. Ну, оно не совсем подходит у нас. Оно просто подбирается клейковиной. Ну да, тут дрожжей нет. Тесто эластичное просто. Ну, такие вот шарики. Итак, друзья, все тесто вот так вот обомнем. И на 40 минут в теплое место его. Тесто в теплое место. Через 40 минут, друзья, надо взять наши лепешечки. Одну мы отставили на завтра, потому что не будем готовить сегодня. Раскаточную досточку присыпаем мукой. И раскатываем наши лепешечки. Вернее, раскатываем наши шарики в лепешечки. Вот такого размера. Примерно сантиметров до 20 в диаметре. Так же поступим и с остальными лепешечками, ну, с остальными плациндами, которые мы хотим приготовить. Если вы сделали тесто, вот как мы, допустим, на 4, на 6 штук, а хотите сейчас, в данный момент, сделать только 2, к примеру, то остальное тесто совершенно спокойно можете оставлять в холодильнике. 2-3 дня оно хранится. Раскатаем лепешечки и оставим их на 15 минут отдохнуть. Пока наши лепешечки отдыхают, приготовим начинку. Порежем зелень, которую мы приготовили. Ну, так вот вместе с ножками меленько-меленько нарезаем ее. Порезали зелень. И теперь на такую, на средненькую терочку, натрем прямо в творожок чесночок. Потерли чесночок, добавим в начинку, ну, в творожок, это еще не начинка, это еще в творожок, 3 столовые ложки оливкового масла. И добавим соль по вкусу. С солью будьте аккуратны, лучше добавьте меньше, перемешайте, попробуйте. И потом, если покажется мало, добавьте еще. Хорошенько разомнем наш творожок с солью и с чесночком. Вмешали творожок, добавим зелень. И еще раз хорошенько его размешаем. Вмешиваем зелень в творог, чтобы получилась однородная масса. Начинка готова. И вернемся к приготовлению самой лепешки, самой плацинды. Опять-таки, используем муку. Совсем чуть-чуть. Вооружаемся скалкой. И раскатываем нашу лепешку. Лариса нам показывает, как это делать. Мы ее не переворачиваем, да? Можем переворачивать. То есть, это не суть важна. Не особо. Наша задача, сейчас раскатать тоненьким. Словом, чтобы она была. Словом, чтобы она была чуть-чуть потолще. Словом, чтобы она была чуть-чуть потолще. И вот растягиваем их максимально тоненько, раскатываем. То есть, серединка там, где будет начинка, мы ее немножко толще оставляем, да? Да, немножко толще, чтобы тесто у нас не рвалось, так как мы не делаем многослойную ее, а делаем в один слой. Это вот этот старомолдавский рецепт? То, что ты говорила. Ну, старомолдавский рецепт именно самого теста. А, ну, вообще способ, там я смотрела, ну, как вытягивать, именно вертуны делать, вот это вот, из этого же теста. Сейчас вот хорошо видно, друзья, серединка чуть-чуть толще. То есть, если нужно, немножко руками нужно. Тесто это очень легко тянется. И вот края можем так взять и растянуть. После того, как мы раскатаем тесто, подготовим оливковое масло, можно и растительное, и смажем весь наш, весь наш вот этот вот блин, смажем растительным маслом. Я сказал, можно и растительное, можно и подсолнечное, хотел сказать. На середину теста выкладываем нашу начиночку. И разравниваем ее. Творожка лучше не жалеть. Сильно много тоже нельзя. То есть, его покрываем вот именно серединку, то есть, какой размер лепешечки мы хотим сделать, так и растягиваем наш творожок. То есть, его сильно много тоже нельзя, потому что потом плохо жарится будет. А мне нравится, когда много творога. А потом его приготовить сложно. Разрезаем вот так вот края теста солнышком. И заворачиваем серединку, как бы укрывая нашу начинку. Можно еще тоже немножко подтянуть, чтобы у нас начиночка была покрыта нашим солнышком. Ну, получается, что много, как бы несколько слоев теста. Мы покрываем ее несколькими слоями теста. Да, и главное, чтобы вся начинка у нас была закрыта. То есть, чтобы не получалось никаких пробелов. Скоро будет вкуснота. Вообще, молдавские плацинды мне очень нравятся. Такое замечательное блюдо. Причем нравятся абсолютно все. Мы когда были в Молдавии, я там объедался этими плациндами. Да, они там очень вкусные. И приготовленные все по-разному. Ну, наверное, как у нас вареники. Сколько хозяек, столько и рецептов. Сформировали нашу плацинду, друзья. Вот так можно ее расправить, придать более круглую форму, если не сразу получилось. И точно таким же образом формируем остальные. Смазываем маслом еще. Со всех сторон. Угу. Угу. Лариса слепила все три плацинды. Вот они. И, друзья, разогреваем сковородочку. Сейчас будем их жарить. На хорошо разогретую сковородку наливаем масло. Масло наливаем так. Ну, вот, побольше, скажем так. Выкладываем плацинду стороной нижней. Вот как она у нас лежала, как мы ее лепили, там, где нет заворота. Первую сторону жарим нижнюю. Накрываем крышкой. И жарим на среднем огне около пяти минут. Я включаю секундомер и засекаю точное время. То есть, надо пожарить до того момента, как она подрумянится. Я сейчас засек точное время и скажу, сколько она у нас жарилась. Жарили три минуты, друзья. Плацинда подрумянилась. И теперь ее перевернем. Видите, какая она красивая. Опять засекаю время. Я думаю, что оно будет такое же. И жарим со второй стороны. Также обжарили три минуты с другой стороны. И наша плацинда готова. Достаем ее со сковородки. Даем ей немножко остыть. Пока мы пожарим остальные. И через несколько минут будем ее пробовать. Посмотрите, какая красота получилась. Реально очень красивая плюшка. Сейчас попробуем, друзья. Я вам расскажу, какая она на вкус и покажу. Плацинда готова. Сейчас попробуем. Покажу вам разрез и расскажу, какая она на вкус. Плацинда у меня подсунула мясной ножик. Ну ладно. Я вот здесь это припомню. Плохо мясным ножиком резать плацинду. Итак, друзья, в первую очередь покажу вам, какая она в разрезе. Вот, посмотрите. Такое волшебство получается. Тесто немножечко слоеное. Ну просто супер. Очень красиво и потрясающе пахнет. Ну, сейчас я уже глотаю слюнки. Сейчас попробуем эту красоту. Молдавская плацинда. Не хватает молдавского вина. Реально очень вкусно. Отличное сочетание. Вот творог с зеленью. Немножко такой свежий чесночный привкус. Он легкий-легкий. Сочная. Жирненькая. Просто потрясающе. Сейчас налью себе бокал вина. И буду наслаждаться плациндой. Собственно говоря, друзья, и вам желаю, чтобы у вас плацинда получилась. И понаслаждаться ею с бокалом хорошего молдавского вина. Поверьте, вот такая вот выпечка с сыром, с вином. Очень-очень вкусно, очень классно, очень хорошо сочетается. Ну, по крайней мере, мне очень нравится. Ну, собственно говоря, с плациндой мы закончили. Я перейду к чревоугодию. А вам, если понравился этот рецепт, попробуйте его приготовить. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго. Пока.